Обитатели этой многоэтажки на ремонтников, суетящихся на крыше, смотрят с плохо скрываемым неодобрением. Рассказывают, кровлю уже ремонтировали прошлым летом, но лучше после этого не стало. Тазики и тряпки после каждого дождя снова и снова идут в ход, а жалобы стали уже традиционным способом общения с городскими властями. А давно уже проблемы с крышей были? Ну, наверное, полгода. Вроде бы прошлым летом что-то там ремонтировали, я, честно говоря, не помню, или весной. После этого начало течь, после ремонта как раз. До этого у меня было всё нормально. Мы подставляли тазик этот самый и натекала туда вода, когда вот сильный ливень был. Сильно протекает крыша, ремонт никто не делает. Ольга живёт в пятом подъезде. Говорит, у них с кровлей пока всё в порядке. А вот пожилая соседка из четвёртого подъезда как раз недавно жаловалась, что её квартиру после дождей постоянно заливает. После дождя у неё течёт. Она очень больна. Ей так тяжело ходить. И она, наверное, уже полгода жалуется на то, что у неё протекает крыша. Ремонт кровли этого дома рабочие начали по графику. Совсем недавно уже полностью вырубили весь старый ковёр и стяжку. Сейчас заканчивают укладывать второй верхний слой рубероида. Во время ремонта, говорят, использовали исключительно евроматериалы. Они более эластичны и выдерживают как сильную жару, так и сильный мороз до 50 градусов. Такая крыша без ремонта должна прослужить до 18 лет, уверяют рабочие. Но гарантии дают только на 7 лет. При работе он качественный, хорошо укладывается, хорошо разогревается. Сцепление верхнего и нижнего слоя вполне достаточное, что без механических повреждений после выполнения работы эта кровля будет довольно долго служить. Вырублено всё старое, устроена новая стяжка с уклонами, вы видите. Они в сторону водоприёмников сделаны. Уложен нижний слой евро-рубероида. Это современный материал, который позволит на протяжении 7 лет, это гарантия. Больше всего старых кровель, требующих ремонта, в московском районе города, а точнее в домах Салтовского жилмассива, рассказывает Александр Бондаренко. По его словам, в этом году в городе капитальный ремонт крыш планируют сделать в 80 жилых домах. На данный момент уже отремонтировано 23 дома, но денег в полном объёме для этого пока нет. Есть проблемы, конечно же, вы знаете, в казначействе некоторые платежи просто не проходят. Мы ищем выход из создавшейся ситуации, договариваемся с поставщиками, со срочкой платежа. Как только нам поступают деньги за выполненный объём работ, мы рассчитываемся за уже полученные материалы. Больше манёвра для текущего ремонта – это когда крыши латают кусками. Рабочие коммунального предприятия с начала года такой ремонт сделали на 159 кровлях. В планах ещё почти 300 крыш, но это при условии, что город найдёт необходимые для этого 27 миллионов гривен. Инна Степанишина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.